Привет, друзья! С вами Антон Поляков. Сегодня я в гостях у наших друзей. Кофейня Кондитерская Вива. Вы знаете, у меня есть небольшой опыт ресторана. Я сегодня пришел попробовать их авторские десерты и расскажу вам о своем мнении. Что бы хотел отметить, у ребят есть замечательный детский уголок. В каждой кофейне есть хороший детский уголок. Здесь есть игрушки, много разных развлечений для детей, мультики. Поэтому пока родители наслаждаются кофе и десертами, детям есть себя чем занять. Друзья, приходите с детьми, здесь вкусно. Надеюсь, сейчас попробую. Друзья, ну вот я и добрался до самого вкусного. Начну я свою дегустацию с красного баха. Шеф-кондитер, извините, Александра мне вот только что рассказала, как это все готовится. Ну, я для себя, друзья, много что отлил. Смотрите, вот в этом десерте в красном бахе, вот это все белое, что вы видите, это сыр. Причем это приготовлено так, чтобы это не чувствовалось, что это сыр. Я удивлен, потому что это выглядит как, в общем-то, крем, но это, друзья, сыр. Ну и я сейчас попробую. Друзья, как это на вкус? Ну, друзья, это вкусно. Естественно, вкусно. И такое интересное сочетание. Отсутствие такой явной сладости, это не очень сладко. И вот здесь, Александр мне сказал, шифоновый бисквит, это вот специальное вот это тесто, как-то вот оно вот поэтому называется шифоновый бисквит, готовится особо лучше. А, друзья, это вкусно. И прямо так, тонко вкусно, я бы сказал. Второй десерт, это наполеон. Наполеон, это вот этот именно наполеон, это вообще классический десерт, но здесь его готовят в европейской версии, в таком вавторском варианте, именно такой, какой он должен быть. Значит, вот это тесто, друзья, оно хрустит, то есть его готовят по особой технологии. Вот это сверху, это шоколад со сливками, называется ганаш. И немножко вот это все украшено пищевым золотом. Друзья, его надо обязательно резать, потому что, ну, правильно его есть резать. И вообще, вот, по уверению моих друзей, шеф-кондитеры Александры, это олицетворение, в общем-то, вершина, так сказать, десертов кондитерской. Кондитерская гива. Ну, друзья, я сейчас попробую. А, да, еще хотел сказать, здесь нет сахара вообще. То есть вообще нет сахара. Кстати, друзья, цены очень приятные, то есть в среднем десерт здесь стоит 220 рублей. Простите, моя неуклюжесть, я такой легкокоряненький, но вкусно поесть очень люблю. И, да, вот это сочетание вот этой хрустинки с шоколадом, это очень хорошо. И вот хотелось бы отметить, что хороший наполеон, вот он имеет, должен, кажется, все-таки хрустячий, крепкий. У нас, мы привыкли, что наполеон, он всегда такой мягкий, а его вот обязательно есть ножом надо, и он такой, ну, немножко золота тоже в организме не повредит. Поэтому, друзья, отличный десерт и приятно, что совсем без сахара, хотя вот десерт. Десерт.